Сегодня мы расскажем вам о Португалии, стране хмельной атмосферы и творчества. Мы проехали всю Португалию на автомобилях с севера на юг, аж до самого Поберезья, и смогли запечатлеть как городскую, так и природную сторону этой страны. Таким этот замок еще никто не снимал. По традиции мы подготовили для вас маршрут нашего путешествия со всеми лучшими местами, которые мы посетили. Его будет вполне достаточно для 8-10 дней путешествия по Португалии. Ссылка на маршрут в описании. Стой, стой, ну где же ты? Надо плыть по-люблему. Ну что ж, погнали. Желаю приятного просмотра. Сразу же после Исландии я вылетел в Португалию, где меня ждали друзья, кабриолет и долгая дорога на южное побережье. Кабрик появится через несколько серий, а друзья уже здесь. Знакомьтесь, это Саша. Мой давний друг, с которым мы делали свои первые шаги в съемке видео. А это девушка Саша. Умница, красавица и тоже Саша. Поэтому в поездке я мог делать так. Саша. Ну и я. Обо мне вы уже все знаете. В первой серии мы вам расскажем о городе Порту. Погнали. Наконец-то я в Порту. Забрал свой багаж и сейчас иду встречаться с Александрами. Здравствуйте. С первых же секунд Порту восхищает маленькими вкраплениями в свою архитектуру. Кажется, будто каждый житель этого города является его же творцом. На каждом шагу какая-то красота. Маленькая, но красота. Каждая плиточка смотрится очень уникально, интересно и самобытно. А не понимаю почему, какой-то такой эффект такого творческого хаоса. Изначально дома были без них, значит, какие-то там свои лепниночки добавили, свои какие-то рисуночки, значит, оно не выбивается. Наоборот, добавляет аутентичность. Это тупик. Мы тут нашли такое интересное место посреди нигде. Очень похоже на церковь. Это и была когда-то церковь. 1487 года рождения. И тут прям как будто пахнет ладаном и ощущение, что ты первый раз бухаешь в церкви. Реально посмотрите на это. Ну и в этой же церковьечке есть свой винный магазин с очень приветливым персоналом. Кафе Зенит. Нам посоветовали это место для завтраков. И, собственно, мы записались в список, потому что даже в рабочий день тут достаточно людно. Ждем. Главный вывод, который я могу сказать, что тут так красиво и столько таких мелких деталей, что ты не замечаешь большие детали. И пока мы рассматриваем какие-то мелкие плиточки на стенах, мы не замечаем, какие тут есть прикольные памятники, которые вот прямо у всех под носом. И пока мы ждем в твоей очереди, чтобы позавтракать, я, наконец-то, спустя 10 минут, увидел клевый памятник. Похоже на веганскую еду, но очень невкусную. Много авокадо. Короче, заказывайте панкейки, такие блинчики, и много сахара. Это единственное, что там можно есть и что спасает завтрак просто на ура. Кофе неплохой. Ну, что клево, то, что очень классная музыка и классная атмосфера, классные люди. Это правда. Интерьер, бум. За обертку 5, за конфетку 3. Мы идем на первую нашу локацию, которую этот молодой человек нашел. Что приятно для меня в первую очередь в этом путешествии, то, что я вообще ничего не готовил. Я не знаю, куда мы идем. Я не видел толком никаких фотографий. И, наконец-то, для меня будет путешествие в новинку и в дюковинку. Держите карманы. Маша. О, у Маши еще несколько Маш. Галя, привет. Оля, Оля, привет. Бориса. Очень маленькая, но красивая. Этим книжным магазином вдохновлялась Джон Роулинг, когда писала о Гарри Поттера. В 90-х годах она жила какое-то время в порту и часто сюда захаживала. Неудивительно, ведь библиотека действительно навевает атмосферу Хогвартса. Витражи, изящная резьба по дереву и, конечно же, лестница. Изюминка всего интерьера. Александр, вам понравилось в библиотеке? Мне понравились сами книги, на самом деле. Это как бы не было неуютно, но сами книги очень, очень разнообразны и интересны. Стоит реально что-то выбрать. Ну, неуютно только потому, что слишком много людей, да? Просто-просто количество людей. Ну, по интерьеру, конечно, шикарно. По интерьеру супер. Однозначно советуем. Однозначно. Фоточка для Инстаграма будет в Востошинадо. Зачем еще люди ходят в библиотеку? Правильно, чтобы сфотографироваться. На самом деле, очень хороший выбор книг. И если есть желание, то обязательно покупайте. Сходным билетом скидка 5 евро, да? 5 евро, да. Сам билет дает скидку. 5 евро, действительно. Перед походом в библиотеку надо с депозитом в 1 евро оставить свои рюкзаки. Камеры можно проносить на рюкзаки, надо оставить. Ну, за 5 евро вы поднимаетесь по очень узенькой верхнице и видите панораму всего порта. Подняться стоит, фоткаться и фоткать, думаю, не стоит. Пытаться сфоткаться слишком узко, что не получится сделать что-то. Ну, по крайней мере, точно не в обед. Если солнце на закате, то, может быть, будет красивее гораздо кадр. А так немножко дымка получается, и я не слишком живописный хочу. Что ты делаешь, расскажи мне. Я хочу купить офигенные открытки из пробкового дерева. Я считаю, что это бомбический подарок, и его надо брать. Португалия является главным экспортером пробок в мире. Поэтому это достаточно символично. Следующая наша точка – это старинное здание вокзала. И здесь до сих пор остались фрески, я так понимаю. Очень крутая плиточка, которая рассказывает историю баталий. Поскольку я потерял в Португалии дрон, мы идем покупать еще один дрон. Самое главное, чтобы не продавал сама Ави Кэйр, потому что если его нету, то будет печальный дрон. Сейчас узнаем. У нас будет дрон! Окей, у нас не будет дрона. Пока нет. Несабон не купят. Держись, Несабон! У нас будет дрон! А затем мы встретили вот этих милейших ребят, которые подкупали своей непосредственностью и очень искренне просили всех прохожих пуститься в пляж вместе с ними. Правда, подкупили они только нас, поскольку никто к нам так и не присоединился. Ну и ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Самый известный мост. Я могу точно сказать, что у этого города есть своя особенная атмосфера. И чувствуется она вот именно в этом месте у реки, именно на закате. Запах водорослей, запах воды, крики чаек. Люди, которые пьют пакетированное вино на набережной. Атмосфера просто шикарная. Я чувствую, что я словил сейчас вот этот момент блаженства. Садюшки. Господи, как назывался этот фильм? Донни Дарк. Донни Дарк. Слушай, оно не заканчивается. лестница не заканчивается. Я там час назад говорил, что порту это прекрасный холмистый город и как это замечательно. Я беру свои слова обратно, и вниз было идти легко, а вот сейчас обратно домой не очень хочется идти. Смотри туда. Бэм-бэм. Куб-кууб. Я не... О, о. Теперь я понимаю, почему они много едят, потому что надо много энергии. Ты поел, и ты сразу зажег все эти калории. Из порта мы отправились в Лиссабон, заезжая в маленькие города по пути. О некоторых из них хотелось бы вам рассказать. Короче, мы приехали в Обидос. Обидос. Города, о котором мы буквально ничего не знаем. Там внутри красота. Да? Да. Мы вам верим. Мы вошли в этот городок, и он сразу пробудил во мне воспоминания о Коста Дорадо в Испании. 2014 год, мое первое самостоятельное путешествие. Первая паэлья, первая сангрия. Много дешевого вина и безмятежной любви. С тех пор я полюбил эти спокойные маленькие улочки. Камерные рестораны местной кухни и сувенирные лавки. Для кого-то эти декорации могут создать ощущение безвременья, но на самом деле в таких местах время ходит с тобой в облудку. Просто позволь себе насладиться моментом. Что вы сейчас видели, это из питья местного ликера, который подают специальных маленьких шоколадных рюмочек, которые потом можно очень удачно съесть. Не очень сладко? Ликерчик супер, надо взять с собой на форту. Купим, короче, да? Здорово, по-любому. Конечно же купим, блин, я же не попробовал. Обидно. Бодила, как всегда, в прогрессе. Так как Абидос находится внутри крепости, внутри стен крепостных, то и за крепостью можно что-то посмотреть и открывается очень-очень красивый вид на поля и долину. Весь город окружен цельной стеной и прям можно вылезти на эту сцену и видно, как она обрамляет весь-весь-весь этот маленький городок. Затем у нас появилось неуемное желание увидеть море, и мы решили свернуть к побережью. Все лучшие моменты в жизни происходят спонтанно. Мы даже не знали о существовании этого городка, а в итоге он подарил нам лучший закат нашего путешествия. Я могу сказать, что я именно за такими моментами, в принципе, отправляюсь в путешествие. Тот случай, когда все совпало, красивый закат, место, которое ты не ожидал, в принципе, увидеть и не знал о нем. Это прекрасно. Я вдохновил. Круто. Если хотите попасть сюда в замок, который здесь расположен, то до 6 вечера перед закатом. Не после. Перед. Мы находимся в городке Пенише, в ресторане, который называется Popular, популярный ресторан. И нам принесли вот такие вот закусочки. У португальцев такая традиция, что они приносят много закусок. Гостеприимство продолжается до тех пор, пока ты не получишь счет. Если ты притронулся к закуске и съел ее, то ты за это платишь. Если ты не притронулся, то ты не платишь. Так что решайте сами, иметь или не иметь. Уезжаем из Пенише под покровом ночи, потому что задержались в ресторане. Очень удачно. Взяли порцию на двоих человек, которая оказалась, наверное, человек на четверых. Ну и опаздываем. Кальмары я тоже еле доел. А, кальмары, да, которые были огромные, вкусные. Общий чек, не такой уж и большой. 65 евро. 65 евро. Реально могли еще накормить, как минимум, такую же компанию. Маленький гаитян. Маленький гаитян обязательно бы накормили. Маленькие гаитяне после нас стали бы большими гаитянами. Очень большими гаитянами. Мы у Лиссабоне. Тяжеловато было найти адрес, но мы здесь. Пол первого. Идем отдыхать. До встречи завтра. Мяу. Планом определились. Сегодня у нас целый день посвящен Лиссабону. Будем много ездить, много ходить. Надеюсь, купим дрон. Наконец-то. Походу электронобилей вообще нет, весь место пустует. Мы купили дрон. Купили дрон. Два евро. Это зеленая зона парковки. Примерно два с половиной часа будем стоять. Это вот эта очередь? Серьезно, блин? Что, что? Да, чувак, это очередь в этой пасте из ДВМ. Это, да, это, походу, все так. Дверь в дом. Хорошо, что я парковку на два часа взял. Стоим? Ну, это, конечно, не очередь в Ватикан, но... Пока вы стояли в очереди, как кураки. Даже прекрасно Александра залетела, как ниндзя. Все разнюхала, разузнала и организовала нам столик. Казалось, что люди сумасшедшие стоят на тайковой, если на... Что там взять на бой? А здесь никто не сидит, можно, наверное, найти место. Меню, кстати, очень аппетитно выглядит. Да, и вообще очень разнообразно. А приперлись мы в эти пастейш-дебелем по одной простой причине. И все почему сюда прутся? Потому что это место, где было изобретено что-то вот такое. Это оригинальный десерт из Португалии, который всем известен. Стоит евро 10 центов. Что вас смущает в этом кадре, ребят? Маршрутка Лиссабон-Порту. Это Андрончик. Кадры с воздуха, конечно, всегда добавляют баллов в твоей истории. Затем мы поехали домой, чтобы оставить машину. И остаток дня провели, гуляя по городу пешком. Вечером мы собирались совершить паб-кроул по району Байро-Альто с огромным количеством ночных клубов и баров. Кое-что мне напомнило Индонезию. Смотрите, какие трущобы. Это все на фоне такой красоты. Лиссабон, столица Португалии. Европа. Как там люди живут, я не понимаю. А тут красота. Синди окаляки, тунду губан, и тунь вову. Разберки пасу, и кочь ладьи, бэй. Соди, бэй. Пиши. На самом деле, история не актуальная уже. Хотели рассказать историю, что чуваки играют как Salt of the Swing, в честь которой сочинили Dire Straits свою песню, что они были настолько одинокие, играли в баре, где никого практически не было. Но они играли, толпили там по 2-3 часа. Ну, и это все очень грустно смотрелось. Тут мы заходим в этот бар, чтобы как-то подрассказать историю. И куча людей начинают танцевать, заказывают напитки, и получается, что они уже не одинокие, и история не актуальна. Так что, все четко, классно. Вот он, знаменитый лифт. Пробуем забраться, что ли? Да высоко, чувак, блин. Может, есть способ попроще какой-то? Ха-ха. Ну, давай попробуем. Давайте, что сделаем? Иди сюда. Раз, два, три. Блин, что не получилось? Очередь. Вдох на время, 1 часа от этого места. 1 часа? Окей, сэр. Билетики по 5 евро 15 центов, только кэш. Если у вас нет, конечно, специальной туристической карты зелененькой. Это же я тебя снимаю. Я уверен. Садик, прикольный кадр. Очень прикольный кадр. Очень красиво, но очень холодно. Это хана. Капец, чувак. Подкулись на место, которое называется Рейде Франко. Очень хэштег пуленькое. Здесь неожиданным открытием для нас стал португальский бренди, который называется Масейра. Этот бренди стоит 4 евро. Наливают вот в стополок. По-моему, офигенно. Очень вкусная еда. Я заказал себе то, что я готовлю обычно. Курочка в перемешку с жареной картошкой и в перемешку с яйцом. Стоит порядка 8 евро, по-моему. Советуем. Ребята, всегда будьте честными. Мы заметили, что официант не включил в счет 2 апельсиновых сока, которые я выпил. Мы ему об этом сказали, потому что не хотели портить карму. И в благодарность он нам налил по 50 грамм ромчика. Очень мощного, классного ромчика. Португальского, да? 46 градусов. И нам теперь совсем не холодно. И мы идем дальше кроулить. Мы направляемся в райончик пабов Байро Альто. Что-то вообще было, я не понимаю. Мы тебе решили попробовать, потому что это Counter-Strike. Там такой, короче, бокал, чувак берет. Наливает в него табаско. Соус. Соус табаско, да. Вот так нормаленько наливает. Наливает абсцента туда. Наливает еще какой-то водки. И поджигает это дерьмо. Пары идут вверх, он накрывает каким-то бокалом. Потом это все салфетка и трубочку. В общем, ты вдыхаешь пары этого дерьма. А потом забиваешь этим табаско с абсцентом. Нас отрезвило моментально. Я начал тихо, молча, стоя, плакать. У меня просто полилась слеза. Жека побежал в туалет орать. Он напугал британцев. Он открыл дверь в туалет и начал... Ну, там тип еще один Богдан. Он просто бегал вдоль барной стойки. Но нас всех отрезвило. А мы думали продолжать. Мы мухали до этого пива чешское. И были уже пьяные. Давай по шоту, давай. Выпиваем шот. Нас отрезвляют. И мы такие, что, ну что, пацаны, домой? Домой. И разберлись по домам. Я потом где-то шел уже домой. Через минут 15 я почувствовал абсцент. Я так крыть начал, блин. Капец. Слава богу, я пришел домой и лег спать. Потому что это был дурдом. В общем, в паре нахуй. В чем минус квартала для фаб-кроула? Если ты гуляешь тут после 12 ночи, то тут воняет блевотина и на каждом углу. Блевотина, крова, алкоголь, не знаю. Короче, только что был самый быстрый Uber в нашей жизни. Самый быстрый вызов Uber. Как только я нажал Confirm Uber, через 20 секунд подъехала наша машина. И мы сели. Так что, Португалия, ты молодец. Ай, Португалия, ай. Пап-кроула закончился. Немножко рановато, потому что у нас слишком много техники в руках. А там есть пьяные люди, которые слегка неадекватные. Которые трутся друг к другу. По городу висят таблички в людых туристических местах, что смотрите за карманами. Да, везде висят таблички, чтобы воров воруют. Очень много воров, да. Хозяин квартиры тоже нас предупредил об этом. Чтобы окна не открывали, да, потому что вурдалаки лезут. High-skilled воры. Да, очень умелые, ловкие. Если ты смелый, ловкий, умелый, Лиссабон тебя ждет. На самом деле, да, там даже на стенах объявление. Beware of pickpockets. И я так понимаю, что один из этих pickpockets'ов перечеркнул слово beware и написал become. Их там реально дофига, и мы решили не рисковать. Тем более, нам завтра рано вставать. На следующий день. Остановитесь! Спокойной ночи. Я надеюсь, мы получим много удовольствия от поездки, потому что мы за это много заплатили. Подробности дальше. Что ж так плакать-то? Дадут вам этот Mercedes S-Class, ну. Поместилось, чувак, все окей. Огонь! Подвезти тебя, сладкий. Ну, подвези меня! Уже полтретьего. А мы успели, знаете, что сделать? Выселиться из квартиры, отдать одну машину в аэропорту. На шаттл-сервисе доехать до офиса другой компании. Взять другую машину, заморозить на Сашином счету огромную сумму денег, мы расскажем об этом ресторане. И доехать до города Кашкаеш и найти паркинг. А это тот еще челлендж в этом городишечке. Логистический ад ждет вас. То есть уже полдня прошло, а мы ничего не посмотрели. Ну вот город Кашкаеш, это уже радует. Немножко информации про кар-рентал в Лиссабоне. Повторилась наша прекрасная история. Стоп! Здесь важно понимать, о чем идет речь. Если вы не смотрели предыдущее видео, где мы рассказываем важную информацию об аренде авто в Португалии, вы ничего сейчас не поймете. Если вы собираетесь в Португалию и будете арендовать там машину, то эта информация является критически необходимой, иначе вы рискуете нарушить себе все планы путешествия. Про аренду автомобиля. Предварительно Артем через сайт связался с компанией, выбрал автомобиль, заплатил за него сразу полностью всю сумму, да. И приезжаем мы в этот сервис. После заполнения, долгого заполнения всяческих бумаг, оказывается, что нужно поставить депозит. Депозит платится только с карточки. Никакого кэша они не принимают ни в каком виде, потому что им нужна какая-то гарантия, что если вы что-то там сделаете, вас найдут как бы международно, да, то есть банка так или иначе снимут. Карточка одна не подходит. Что же делать? Даем вторую карточку. Ну нет, слава богу, есть вторая карточка. Вторая карточка есть у Артема. Конечно же даем. Уже именная. Не подходит. Сумма факторов такова. Карточка должна быть обязательно с вашим именем. Не безымянная какая-нибудь. А какая у тебя, кстати, как эта карточка называется? У меня голд универсальная приватовская. Универсальная голд приватовская не работает. Она не требует никаких даже звонков в банк, чтобы заплатить за границы. То есть она работала реально в Исландии, а здесь... В Бельгии, Португалии. Я платил уже в Исландии. А, ну типа в ресторане лидит. Да, да, да. А здесь... Так в Исландии я при помощи нее забронировал машину, и все окей было. Ну вот, собственно, был такой еще каррентл исландский, и он все принял без вопросов. А здесь получается, что карточка, если без имени, уже не проходит никаким образом. Следующее условие. Если карточка с именем, но дебетовая, то есть на ней нигде не написано, что она кредит-карт, она тоже не проходит. Поэтому выход только один. Если у вас совпали звезды так, что у вас есть права, у вас есть паспорт, у вас есть кредитная карточка, где написано кредит, и на ней есть ваше имя, только при всех этих условиях вы можете снять, арендовать автомобиль в Порту. Не знаю, как мы в следующем каррентале будем, и мы пока что, ситуация такая важна. Соответственно, если бы я путешествовал сам, то я бы не смог арендовать машину. Никаким образом. Потому что оформить кредитку в каком-то португальском банке я не могу больше, что я иностранец. У меня две дебетовые карточки, нет кредитной карточки, и у меня нет человека, который со мной путешествует, у которого, слава богу, что человек получил права, и они международного стандарта. И они регистрируют тебя как дополнительного водителя, за который ты платишь дополнительно 20 евро, да, за 10 евро в день? 10 евро в день за дополнительного водителя. То есть, по сути, у нас два водителя. Вместо одного мы доплачиваем, и оплата произошла совершенно с другой кредитной карточкой, чем собирались. Даже при том, что если вы планировали как-то бюджет, и, допустим, распределяете как-то деньги по карточкам, не знаю, в своем путешествии, ну, некоторые занимаются такими делами, то можно очень сильно пролететь с этим всем моментом и, не знаю, искать поезд. Для полной ясности. Депозит заморозили на карте Саши. Она является кредитной, и на ней указаны его фамилия и имя. Но если бы у него не было водительских прав, то они бы и на его карту не согласились, поскольку снимать депозит можно только с водителя. Поэтому пришлось оформлять его вторым водителем. Об этом не написано, в футболе написано просто, что снимется депозит. Если что, компания заморозится. Авис и баджет. У них конкретно в офисе кэш не работает, карточки, кроме кредитки, никакие не работают. Да, имейте в виду, что можете попасть в серьезный просад. Это прояснили, погнали дальше. Ни одна дебетовая карта не сработала. По депозиту пришлось, опять же, использовать кредитку, но в этот раз на очень большую сумму. Самороженный депозит, которым мы сейчас не можем пользоваться, по сути, составил 4,5 тысячи евро. Если вы бэкпакер, турист, хайкер и прочий серфер, то я вообще не представляю, как можно в этой стране арендовать автомобиль. У вас просто не может быть так. Это очень большая сумма денег. Мы еще купили с дополнительной страховкой за 228 евро. Она нас освобождает от любых царапин, от повреждений стекла и шин. Единственное, за что могут снять деньги с нашего депозита замороженного, это за то, что машину украдут, либо если мы врежемся от какого-то другого водителя. На 4,5 тысячи евро на депозите это очень много. Тем более мы не знаем, будут какие-то проценты потом списываться с карточки за это. Бока де Инферно, очень много туристов, ничего примечательного пока что. Я уже разбалован Исландии, Индонезии и прочими прелестями, Шри-Ланкой. Основной смысл этой достопримечательности, этих пещер, то, что здесь должен завывать ветер. Поэтому Бока де Инферно, это, собственно, род, по-моему, дьявола. Короче, что-то связанное с дьяволом, и оно дико должно выйти. Но сейчас, собственно, ничего не будет. Стоит приезжать сюда? Я думаю, что дальше будет лучше. Возможно, тут красиво на закате, правильно? 100% здесь красиво. Ну вот, на закате все наверняка красиво. 100% как и везде красиво. Ну, наверняка очень много людей. Туристов много, реально необоснованно много туристов. И, по сути, бывают даже случаи, когда ты делаешь фотографию, как тюлька. Среди других людей. Тюлечка. Такая вот живописненькая дорога. Такая бы дорога. Погода поменялась за 5 минут. Вот это уже веселее, ребят. Это уже веселее. Мы на самой западной точке Европы, Кабу-Дорока. Кабу-Дорока. Мы приехали в Синтру. Мы не будем посещать тут все места, только одно. Самое, вроде бы, крутое и красивое. Называется Парк Национал Палац де Пена. Мы попали в плохую погоду. Туман, горизонтальный дождь, прохладненько. И почти ничего не видно. Но дорога довольно живописная по такому вот лесу. Вход во дворец с парком стоит 14 евро, если отдельно гулять по парку просто. Тем более, что дворец уже закрыт. Это вам обойдется в 7.50. По совету, мы могли бы вернуться завтра, когда погода будет намного лучше и будет что-то видно. Но мы не можем. У нас очень-очень тайт, очень плотненький, такой узенький график. Красивый погод. Блин, крутая фон. Ты иди сюда. Ну, это инопланетно просто. Зацени. Что-что, а таким этот замок еще никто не снимал. Субтитры сделал DimaTorzok. Горячая юстная Португалия. Нам удалось полетать и поснимать всего 40 минут, наверное, даже 30. И нас выгнали. Сказали, о, бабанос, бабанос. Этот дворец раньше 100% был известен своими пьяными вечеринками. Потому что он называется пьяно. И сейчас, наверное, у них будет одна из таких вечеринок. Наверное, поэтому нас и выгнали. Не позвали. Обидно. Спустя 25 минут ожидания мы получили, наконец-то, свой заказ в Макдональдсе. Мы приехали уже на юг, вилла Моура, в городок. И пытаемся попасть на нашу виллу. Хозяина социопата не хотят с нами видеться. Где Макс? Сейчас нам квест. Мы ищем коврик, под которым должен быть ключ. Но ты код ввел? Нет. А, шесть. А он как-то там должен опускаться, говорит? У-у-у-у-у. Мы получили еще один ключ. Форт Боярд. Как его звали? Паспорту. Паспорту, веди нас. Теперь мы должны по всему другу. О, там черви, там черви. Какой из них? Быстрее, Паспорту. Они выпустят тигров сейчас. Первый, спасибо. О, велосипеды нам оставили. Another key. Темно. О, нам оставили еще линюшка. Посмотрите, какие постепенимые все ребята в Показу было. Enjoy your stay. Welcome, мистер Буратинский. Ничего себе. Какие милые социопаты. Надо посмотреть, что на улице. Там собака, что ли? Серьезно? Как тут стоит? Так это с другой стороны. А, да. Понял? Вот тут каминчик. Короче, соседи нас уже не взлюбают. Доброе утро. Мы на вилле. Очень устали, честно говоря, за последние дни, потому что очень много переездов, тем более ночных переездов. И я сегодня спал как убитый. Расскажу вам, сколько стоит эта вилла. Она стоит 1180 долларов на 4 ночи. Сюда помещается до 8 человек. Нас трое, но это все равно нормально. Считай, дели на троих. Это 400 долларов за 4 ночи, по 100 долларов за ночь человека. В шикарных условиях вполне нормальная цена. Многие ребята с нами не поехали, которые должны были ехать. Если бы нас было больше, было бы вообще копейки. Сегодня у нас будет ленивый день. Никуда не будем ехать. Максимум на ближайший пляж. Ребята пошли сейчас купить что-то на завтрак в супермаркет. Я сейчас приму душик и пойду в бассейн. Погнали. Неудачный кадр. В бассейне эта колонка теряет связь с блютусом, с телефоном. Когда попадает вода в колонку, то басы сильно шумят. Я тут в первой серии играл в Юру, дядя. Давай. Дуй, 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 дуй. Сан, лови! Дуй, 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 дуй. Лично я в Португалию ехал за этим. Дуй, дуй, дуй. Дуй, дуй. Мы еще где-то часик тусим тут и потом едем на пляж. Сейчас пойдем на пляж на кабриолете. На кабрики, точно. А сзади играют в бульф. Мажоры! На вилле. Только что прыгали с GoPro и летали с дрона. Летали с дрона, да, над двухэтажной виллой. И еще Саня говорит, О, а давай с ними, типа, как дрон пролетает, так над крышей вот двухэтажной виллы, типа, с бассейном. А с другой стороны, бэхана. О, блин. О, блин. мы идем на про яду стоматус на помидорный пляж я заинтригован помидорками мы пришли им перед нами открывается вот такой вот вид по горячим следам мне нравится доз томатус это из-за цвета скал да да ни одно человеческое творение не впечатляет меня так как природные пейзажи удаляясь подальше от городов от людей ты четче осознаешь себя частью этого прекрасного огромного мира и кто бы его не создал вкусу творца что надо в этом месте нам удалось сделать несколько шикарных кадров пару раз я даже прыгал как ненормальный от радости но больше всего я горжусь этим кадром двое влюбленных держится за руки и и идут босиком по пустынному пляжу что еще нужны для счастья чики-бреки алоха у нас нет очередной день активностей и мы находимся на юго-западной точке португалии на самом юге в городке сагрес вот так мы решили воспользоваться советом нашкрябаным на стенах данного учреждения не заходить внутрь а поснимать красоты снаружи на самом деле в этом регионе не сагрес главная достопримечательность а пляж с серферами который немножко ниже крепости я хотел поснять красивый кадр с серферами с дрона но тут агрессивные чайки чересчур кроме крепости в сагресе есть такая замечательная вещь маяк да и он называется сен-винсент но блин он закрыт на него просто нельзя подняться если что можно посидеть кого-то в стуле как ребят когда делают но это какая-то ваш единственное что хоть как-то может улучшить ситуацию и мы нашли эту прекрасную вещь это кодоги и тут настоящая немецкая сосиска посреди португалии вражеский патруль в воздухе бдит на дроне не полетать на ничего я вас хотя бы поснимаю земли даже ты снимаю на сколько сжато ваш очки очко сжата сейчас чуть чуть-чуть приоткрусь за рулем автомобиля оба один из пяти раз вообще за рулем мы будем пробовать ехать управлять и управлять доллар дроном одновременно и еще и сделать вид что нам очень что мы супер классные для нас это жесткий экспресс мы потом только через год и будем сидеть и вспоминать как мы все это снимали и радоваться а сейчас нам просто охренеть как блять некомфортно и я пошел снова калибровать грёбаный корпус потому что вокруг тебя весь мир круши как же кружит не�라 и галузь о видишь это много лес а м м а а м а а м а Итак, настало время развеять мифы о путешествии на кабриолете. Помимо того, что это очень дорого, необоснованно дорого, а депозит вас снимут вообще заоблачный. Не верьте всем роликам на YouTube, которые говорят, что вы закрываете стекла, и ветер вам никак не мешает, если сильно дует ветер и большая скорость. Это не так, потому что стоило нам разогнаться хотя бы до 40 км в час, и Саше на заднем сидении было очень невесело. Также очень сильно жарит солнце, если открыта крыша. И еще на заднем сидении жутко неудобно вылезать. Это большой геморрой. Когда двухдверная машина, это капец как неудобно. Еще маленький багажник. Если вы открываете крышу, то ваш чемодан помещается туда еле-еле, едва-едва. У меня средних размеров чемодан, и поместился только он. Два рюкзака маленьких тоже поместились, а вот остальные вещи, маленькая сумочка, по-моему, и еще рюкзак приходилось ложить в салон. То есть рассчитывайте на то, что вам нужно мало багажа для того, чтобы путешествовать с комфортом. И желательно, чтобы это было два человека на переднем сидении, потому что те, кто путешествует на заднем сидении, тем совсем не прикольно. У нас получилось очень неожиданное приключение. Саша еще днем заметил рекламу фигур из песка. И не передали ей особого значения. Ну, статуи. Ну, может быть, было бы прикольно их увидеть. И мы уже вот собирались ехать на виллу, уже закат. У нас за спинами мы едем на виллу, и тут Саша замечает снова эту рекламу и указатель направо. И мы буквально в течение двух минут решаем. Блин, давайте устроим приключение, поищем, может быть, найдем. Резко сворачиваем. Сворачиваем, короче, в сторону этих стадий, но мы до сих пор не знаем, где. Саша замечает еще указатели. Мы едем в сторону этих указателей дальше. Навигатор не работает. И тут мы видим, что очень красивый закат и такая стоянка на пустыре. Где открывается вид на город и, собственно, на небо. На город, на небо. И никого нет. И, короче, очень живописно все. И мы, короче, решаем. Блин, ребята, давайте остановимся на этом пустыре и тут сделаем клевые кадры. И мы уже заезжаем сюда и видим, что через дорогу эти статуи. Они тут подсвечены дискотечно вот так вот. И на самом деле тут их даже видно, как они торчат. Но самый прикол в том, что мы так и не зашли туда. Мы просто остались на паркинге снимать красивый закат. А фигуры, ну, фигуры, наверное, никуда не денутся. До конца октября. До конца октября. Да, 30 октября. Ну, в любом случае, наш кусочек красоты мы запечатлели. Субтитры создавал DimaTorzok Новый день. Новые впечатления. Последний день. Последние впечатления. Мы приехали на Бенагил Кейвс. Крутая пещера с дыркой. С дыркой в потолке, да. Бенагил пляж и Бенагил пещера. Все это где-то здесь. И нам нужно это все найти. Мы идем искать каяки и плыть в пещеру вовнутрь. Очень захотелось нам туда. Надеюсь, быстренько найдем. Выглядит промиссив. Адвентурно. Адвентурно. Вон, вижу каких-то чуваков с... С каяками. Да. Пошли за ними. За каяками. За каяками, Саша, еще чуть-чуть осталось срочно. Бежим. Бежим за каяками. Короче, информация такая. На машине вы не подъедете к пляжу, поэтому оставляйте машину. Все-таки на той парковке, где мы ее оставили, возле пещеры. Короче, пешком надо идти вдоль дороги. Наш герой предпринимает попытку заплыва на 300 метров. Разминает и круг. Проблема в том, что педлборды уже все забронированы на сегодняшний день. Приходите пораньше. Мы постоянно подвесили. Парень сказал, что надо приходить в Сатра, чтобы точно попасть в эту пещеру. И якобы сейчас сильное течение. Но на самом деле тут плыть очень близкое расстояние. За угол? За угол надо заплыть. И там уже, по сути, пещера. Поэтому я сплаваю. По крайней мере, сейчас будет попытка сплавать. Да, надеюсь, что это нормально. Пока там Артем плавает, вещи замочила. Волны, оказывается, не такие мелкие. Все, на месте. Очень красивое место. Надо плыть реально 5 минут от пляжа. Но вы должны уметь хорошо плавать. Какие-то девчоночки машут мне. Что, поплыли обратно? О, 5 минут нужно. Надо плыть с одного конца в другой. Холодно. Вообще не холодно. Я спросил у этих ребят. Они арендовали нормальные каяки. Там трехместные. На другом совершенно пляже. На тот, который мы собирались тоже поплыть. Прайде Маринья. Черт знает где вот там. И приплыли аж сюда. С, собственно, заплывом в пещеру. Поэтому такой вариант тоже существует. Обращайте внимание на каком вы пляже. Там есть разный вариант. Мы тут заскочили в один ресторан по пути на... Носо сеньора Дороча. 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 Да, это... Это Дорока, да. Это одна из бесчисленных фортрес, крепостей на юге Португалии. Перед этим хотим посоветовать совершенно бесплатно, не на правах рекламы, один ресторан. Огриладор, на который мы наткнулись. Здесь русскоязычный персонал, повар из Белоруссии. Официант из Молдовы. Официант К. Из Украины. Из Украины из Ровно. Очень хорошая еда, очень приятные общения люди. Посмотри, а? Не каждая красивая история заканчивается красиво. Нам тупо не дают полетать чайки и закончить этот сезон какими-то суперкрутыми кадрами. Блин, песок в России. Световая композиция... А звук включен? Да. Световая композиция сейчас просто по классике самых сейчас популярных фотографий в соцсетях. Если вы хотите быть модным инстаграмером, то Тилоренж это ваш выход. Хотя я Тилоренж вообще не использую. Вот тебе и модно. Да я же не модный. Как видите, по количеству подписчиков. Мы попробуем все-таки запустить тихонечко-тихонечко дрона. Только тссс. На самом деле, чтобы запустить дрон, необходимо как минимум 5 минут подготовки. И это не очень удобно. Но, вспоминая размеры предыдущих дронов, этот малыш меня очень радует. Калибрировать компас. А еще иногда нужно калибровать компас. Особенно, если вы снимаете из машины. А времени все меньше. Монатики мои. В конце этого сезона хочется просто помолчать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok